В эфире программа «Что произошло?» Здесь нет госзаказа и политической агитации. Здесь только реальная жизнь. В общем, добро пожаловать в Россию. Отпускай! 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 Еще с 12 часов власти начали подтягивать сюда ОМОН и другие спецподразделения силовые. Отпускай! 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 ОМОНовцы больше, чем народу. Интересные, конечно. Все вон уже расчехлили свои дубинки. Граждане, разойдитесь! Не оказывайте сопротивление сотрудникам полиции! Все, вперед, работай! Стой, 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 стой. Отойдитесь! Не нарушайте требования к пищеварному федеральному закону! Уже ясно, что ситуация изменилась. Люди пришли с детьми, несмотря на дождь. Ну, кто-то успел взять зонтики, а их окружили, этих людей, и начали по одному вытаскивать в автобус. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Людей просто хватали на улицах и силой тащили в автобусы. Тем, кто ничего не понял и сопротивлялся в лепильне и выполнении законных требований сотрудников полиции. Хотя о том, насколько законными были эти требования, мы поговорим позже. А пока мы об интеллектуальных способностях некоторых сотрудников УВД города Екатеринбурга, участвовавших в операции, у которых, похоже, единственная из Вилина, и та переходит в погон. Они умудрились задержать даже журналистов, которые освещали мероприятия. Честно говоря, мне так и не объяснили, за что меня задержали. То есть я пытался добиться этих объяснений, пытался, вот пока мы сидели более трех часов в полицейском автобусе, чтобы мне объяснили мой статус, задержанный я или кто. Но мне на все это отвечали, там разберутся. Там это, очевидно, в управлении городской полиции. Если следовать этой логике, то и самих господ полицейских тоже надо задерживать, потому что они ведь тоже присутствовали на этом массовом несанкционированном мероприятии. На этом массовом несанкционированном мероприятии? На каком, на каком? На несанкционированном? А на сколько оно вообще было несанкционировано? Давайте разберемся. Вот только не надо сейчас обвинять меня в поддержке на Вальнят. Про свое отношение к ним и к их лидерам я уже неоднократно говорил в эфире. Они про меня вроде бы тоже говорили и не раз. Но я сторонник того, что все должно быть по закону. А в данном случае вот этот, назовем его так условно господин. Ибо большинству задержанных в тот день он явно не товарищ. Так вот он как раз и устроил провокацию, подложив тем самым свинью областным властям и федеральным. Кстати, зовут вот этого аглоеда Олег Малишевских. Это сотрудник так называемого Минобщебезопасности Свердловской области. Это такая местная структура, которая дублирует и подменяет полномочия некоторых подразделений МВД и ФСБ. Так скажем, НКВД местного масштаба. Вот он, видимо, получив команду не допустить трудное для страны время протестные митинги, побежал со всех ног исполнять ее. Причем куда побежал, наверное, и сам не знал. Другой бы на его месте побежал изучать законодательство. Но этому закон не писан. И написал Малишевский письмо о запрете проведения акции. И нарушил при этом все законы. Тем самым сделал и большую пакость своего начальству. Извините, пожалуйста. А потом Малишевский вместе со своим начальством покумекал и решил оплошность эту исправить. И пришли они к организатору митинга прямо в универ и силы удерживая его в аудитории. Несколько часов заставили написать отказ от проведения акции на имя министра общественной безопасности области. Но вот только незадача. Сразу же после ухода бюджетника в штатском парень записал видеообращение. На протяжении трех часов мы ввели беседу в закрытом кабинете, по окончании которой я был вынужден написать отказ на уведомление о проведении митинга 9 числа. Смотрите, вот это существо в погонах ведет в автобус журналиста портала Е1 Сергея Панина. Глаза прям блещут интеллектом. Кстати, Панина поймали уже в самом конце мероприятия на площади перед драмтеатром и областным правительством. Некоторое время держали в секрете, куда повезут. А потом сказали, что все, едем на Фрунзе 74, это городская полиция. Там нас повели в подвал. В подвале городской полиции находится Тир. Поскольку задержанных было много, именно там организовали пункт по оформлению задержанных. Это был такой конвейер. То есть там сначала подходишь к одному столу, потом подходишь ко второму столу. Справедливости ради скажу, что у нас автобусы вывели достаточно быстро. Поскольку я точно знаю, что люди, которые приехали примерно в одно и то же время со мной, еще сидели в автобусе, когда я уже покинул здание полиции. Ну и все. А там то же самое. Там даже один полицейский к мне подошел и говорит, я смотрел ваш эфир. Он мне сказал. Я говорю, не знаю, почему вас задержали. Но говорит, не я задерживал, поэтому ничего сделать не могу. И дальше пошел по конвейеру. Честно говоря, услышав это, сначала было такое ощущение, что помоями облили. Спасло только открытое письмо на имя начальника ГУ МВД Свердловской области на генерала Бородина, подписанное более чем сотни коллег задержанных корреспондентов. И понял генерал, что запахло жареным. И начал разбираться в ситуации. И заслушал доклады своих подчиненных. А тут выясняется, что по официальной версии руководства городского УВД, все оформленные, включая журналистов, якобы выкрикивали антиправительственные лозунги. И куча рапортов об этом имеется. А так как наши суды принимают подобные рапорты и прочую ахинею, что пишут аглоеды в погонах, то журналистам уже были уготованы административные судимости. И, наверное, поставив на чашу весов премии нескольким своим работникам и полномасштабную информационную войну против своего ведомства, где могли бы пострадать десятки подчиненных, а руководители их досрочно отправятся на пенсию, Бородин решил все-таки извиниться перед задержанными акулами пера. Так что же мы имеем в итоге? Силой разогнанная законная мирная акция протеста. Около 200 пострадавших. И суды на протоколы, составленные сотрудниками полиции, реагируют весьма неоднозначно. Некоторые протоколы возвращают составителям. И если в первой инстанции кому-то и не удается доказать свою правоту, то в следующей наверняка все разрешится. И крайними окажутся полицейские. А Малишевских он как писал юридически неграмотные бумаги, так и пишет. Извините, пожалуйста. А теперь узнаем, чем же занимались чиновники по всей России. Об этом в очередном выпуске «Политпогоды» с Ксенией Форовой. Город Смоленск признан немодным словом «аутсайдер» по реализации программы формирования комфортной городской среды. И это после прошлогоднего провала, когда администрация тупо оплачивала невыполненные работы аж на 8 миллионов рублей. Губернатору Островского ставим за это жирный минус и, конечно, дислайк. Глава Хакассии Виктор Зимин решил агитировать население через детей. Во всех районах школьникам выдавали светоотражатели, на которых четкими буквами было написано «Виктор Зимин» и «Галочка рядом». А ведь агитация детей у нас в стране официально под запретом. Впрочем, такая агитация ему не помогла. Теперь его ждет второй тур и добровольная отставка. Ну, а впрочем, может быть, он теперь и пенсионеров привлечет. В Новосибирске детей и больных кормили фальсифицированной молочной продукцией. Интересно, куда смотрел временно исполняющий губернатора Травников, когда в бюджетные учреждения поставлялась поддельная продукция? А смотрел он новости местного канала ОТС-ТВ, где за сутки до выборов записали выпуск новостей об его уверенной победе. Ну, типа, в прямом эфире. По предварительным итогам выборов губернатора Новосибирской области с убедительным преимуществом побеждает Андрей Травников. В избиркоме продолжают подсчет голосов, но уже понятно, действующий глава региона опередил конкурентов с большим преимуществом. Власти Карачаева-Черкесии бездействуют, пока у стен правительства идет голодовка. Игнор протестующих – это своего рода тренд последнего времени. И республиканский глава Аттемирзов ему следует. Голодающим не вышел ни один представитель власти. А в Екатеринбурге в день выборов впервые в истории произошли массовые беспорядки. Ну, об этом мы говорим в течение всей программы. Все. На минувшей в неделе в России произошло еще много чего интересного. В глубинке и помойки, и телефонные будки чиновники торжественно открывали. Однако интереснее и другая новость. Не прошло и 73-х лет, как Путин решил подписать с Японией мирный договор. Читаем между строк. Россия может потерять Курилы. Предложение Владимира Путина заключить мирный договор с Японией стало одной из главных сенсаций проходящего во Владивостоке Восточноэкономического форума. Российский и японский лидер касались этой темы практически на каждой своей встрече. Однако до сих пор обсуждались лишь ее контуры. Важными особенностями сегодняшнего заявления президента РФ стали конкретные сроки такого соглашения. Оно может быть подписано до конца текущего года без предварительных условий. Премьер-министр Японии Синзо Абе пока не дал однозначного ответа на это предложение. Однако еще в 2016 году в Токио решили прибегнуть к новому курсу в отношениях с Россией. А именно начать ряд совместных проектов. В ходе работы над ними добиться укрепления взаимного доверия и лишь потом вернуться к теме подписания мирного договора. Прежняя политика строилась на том, что такой договор служил необходимым условием для развития дальнейших контактов. В прошлом году Синзо Абе рассказал о стремлении решить вопрос о принадлежности Курильских островов. А именно этот вопрос является краеугольным для подписания мира. И сделать это Абе спешит, пока он и Владимир Путин находятся у власти. Заявление о готовности поставить формальную точку в советско-японской войне с одной стороны свидетельствует о готовности Москвы пойти на уступки Токио, заключив мир как можно скорее. С другой, пункт об отсутствии предварительных условий, а особо на фоне масштабных российско-китайских военных учений в Забайкалье, можно трактовать наоборот. Россия требует завершить затянувшуюся процедуру подписания, не жертвуя при этом островами Курильской гряды. Которые перешли с СССР по итогам Второй мировой войны. Своим видением проблемы с журналистами поделился руководитель Сахалинского отделения Русского географического общества Сергей Пономарев. Далее цитата. «Я считаю, что задача японской стороны посредством мирного договора отторгнуть у нас часть Курильской гряды. Для нас, на мой взгляд, никакой необходимости в заключении мирного договора нет, поскольку мир между нашими странами был установлен в Советско-японской декларации 19 октября 1956 года. В ее первой статье», — сказал Пономарев. Это была краткая версия программы «Что произошло» на канале «Реальная журналистика». Полную версию смотрите в эфире Крик ТВ. Запись ищите в интернете. Ссылка в описании. Увидимся через неделю. Надеюсь.